Добрый день, приветствую вас на своем канале по изучению основ Примавэра Пис-Х. Сегодня рассмотрим, как вводить S-кривые в Примавэра Пис-Х. Для начала давайте разберемся, для чего нужны S-кривые. S-кривые нужны для отслеживания проекта, как отстаем мы от плана или наоборот опережаем план. Если по S-кривой мы где-то отстаем от планового изучения, то необходимо будет уже анализировать диаграмму Ганта и предпринимать корректирующие мероприятия. Также для отчета перед руководством тоже проще вывести одну S-кривую, чем огромную таблицу диаграммы Ганта, если у вас большой проект, где указано множество работ. S-кривые в Примавэра Пис-Х возможно вводить через трудозатраты и через стоимостные показатели. Через количество используемых в материальных ресурсах и выполненных работ, если у вас они не подобны, нежелательно выводить S-кривые. Так как для каждой работы могут быть свои единицы измерения, метры, литры, стыки и т.д., которые по стоимости и по трудозатратам совсем разные. Приступим. Запускаем Примавэра Пис-Х. Загружается проект, который мы создали в предыдущем видео. Назначаем ресурсы в нижнем окне на вкладке ресурсы. Наработав в любой последовательности и в любом количестве. Сразу обращу внимание, что нет необходимости, выделяя каждую работу, нажимать Добавить ресурс по вкладке ресурсы. Можно сделать, как показано у меня на видео. На любой из работ нажать Добавить ресурс. А потом, не закрывая окно Назначить ресурсы, выбирать другие работы и назначать ресурсы. После того, как назначили ресурсы, нажимаем на верхней панели профиль загрузки операций. И в нижнем окне появляется столбчатая диаграмма потребления ресурсов. Как видно в легенде таблицы, указано, что под каким светом выводится. На каждую неделю месяца. Поменяв настройки календаря, можно изменить сроки отображения вплоть до дня. В настройках окна загрузки операций слева и внизу ничего трудного нет. Нажав на данные настройки, все будет понятно. Только обращу внимание, что если вы поставите галочку у временного периода, то временной период необходимо выбирать на временной шкале диаграммы загрузки операций. Нажимаем правой кнопкой на окне с диаграммой. Выбираем настройки профиля операции. Появляется диалоговое окно. В данном окне мы видим настройки профиля загрузки операций. Как видно во вкладке данные, в блоке вид у нас выбрано количество, а в блоке фильтр трудовые. То есть диаграмма показывает нам трудозатраты только на трудовых ресурсах, не включая не трудовых. В блоке показывают столбики кривые, можно выбрать те данные, которые будут указаны на диаграмме. Поставим галочки напротив плана и факта в колонке кумулятивный цвет. Нажимаем применить и видим, что на графике появилась только желтая линия. Синяя отсутствует, так как у нас еще не введен факт. Каждая галочка в блоке показывает столбики кривые интуитивно понятно. Аналогично с блоком линии освоенного объема. Поменяв в блоке вид отметку с количеством на стоимость, в правом блоке фильтр стали активными два дополнительных параметра, такие как материал и расходы, так как трудозатраты учитываются только у трудовых и нетрудовых ресурсов. Также понажимав галочки, можно посмотреть, как изменяется диаграмма. Поставив галочку напротив всего в блоке фильтр, будут показаны суммарные стоимостные показатели по всем параметрам. Галочка напротив параметра факт и освоенный объем по периоду в блоке вид, удаляя все кумулятивные показатели с графика. Во вкладке вид можно настроить отображение данной диаграммы на экране. Введем факт работы А1000, А1020 и А1034. И проведем расчет на 26.03.23, нажав клавишу F9. Работа А1034 у меня находится за синей чертой даты расчета. Из-за того, что у меня дата начала стоит позже 29.03.23, чем дата расчета 26.03.23. Исправим это, просто поменяв дату начала работы А1034 на 01.03.23, и нажав F9 выполним расчет расписания. Теперь все работы начались раньше отчетной даты. Нажимаем профиль загрузки операций и видим, что зеленые столбики оставшиеся количества трудовых ресурсов заменились на синие. Фактическое количество трудовых ресурсов. Столбик, стоящий на 26.03.23, имеет синий и зеленые цвета. Из-за того, что на момент расчета временной период 7 дней еще не закончился, и там существует план и факт. Заходим в настройки профиля операций. Ставим галочку напротив кумулятивно план и факт. Нажимаем применить и видим, по синей кривой, насколько сильно мы отстаем от плана по желтой кривой. В основном для вывода прогресса работы используют Excel или другие удобно редактированные таблицы. Там уже можно красочно из кучи параметров выстроить из кривые, как показано на рисунках. Покажу простейший способ вывода данных в Excel, для дальнейшей их визуализации. Заходим в ресурсы. С помощью фильтров выбираем только трудовые. В окне распределения ресурсов нажимаем на правую кнопку мышь, выбираем поля таблицы, следом настройку. Появляется окно настройки поля. Выбираем кумулятивно, количество и камп, плановое количество. А нажав два раза на плановое количество, выбираем возотображение. Нажимаем применить и видим кумулятивное распределение плановых трудовых затрат. Выделяем один из ресурсов. Нажимаем Ctrl-A, означает выделить все. Далее нажимаем Ctrl-C, означает скопировать. Открываем файл Excel и нажимаем Ctrl-V, означает ставить. Далее выполняем аналогичные действия, только выбрав камп, фактическое количество. И также вставляем в Excel. Под каждой таблицей суммируем итоговую трудозатрату. Выводим итоговую небольшую табличку с датами и полученными значениями. Выделив всю таблицу и выбрав во вкладке ставка рекомендуемые диаграммы, мы увидим простейшую S-кривую, где будут указаны плановые и фактические трудозатраты. Аналогично можно вывести S-кривые и по финансовым показателям. Красота и количество параметров вашей S-кривой будет зависеть только от ваших желаний и знаний таблицы Excel. На этом видео создание с кривых я заканчиваю. Если будут вопросы или необходимы дополнительные разъяснения, пишите в комментариях. До новых встреч!